Фотография, которую я вижу сейчас в этой анкете, должна понравиться любому. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в ролике. Кристина Якименкова. Здравствуйте, меня зовут Кристина Якименкова, мне 28 лет. Профессия телеведущей мне очень близка. С детства, мечтая облистать на телеэкранах, я двигалась к этой цели. И вот сейчас увидела информацию о проекте и решила попробовать. Опыт подобных съемок у меня есть, поэтому буду ждать решения членов жюри и, конечно, приглашения на кастинг. До встречи. Здравствуйте, я очень рада наконец-то вас видеть, приветствовать. Долгое ожидание и, наконец-то, долгожданная встреча. Что вели на СТС? Вот так сразу, даже не... Даже не... Чаю не попьете. Закращаю время нашего пребывания. Я вела проект. Можно назвать? Хочу быть моделью 35+. Вела и телеверсию, и, соответственно, проект уже финал на сцене. Расскажите, что там делали? Я была закадровым журналистом, брала интервью и, соответственно, ведущей. Ведущей. Продюсированием? Нет, моя задача была только в этом. Но у меня, если там, я не помню, отметила в анкете или нет, более шести лет опыта организации. Я бывшая мама-босс одного известного конкурса красоты, поэтому с этим у меня все хорошо. А в качестве журналиста, простите, Павел Геннадьевич, в качестве журналиста писали или просто записывали синхроны на... Ну, в смысле, интервью записывали на площадке или прям писали полноценные сюжеты, где закадровый, синхрон, там, лайв и так далее? Это было на площадке, это была, как правило, моя импровизация. Но я думаю, что если к этому подготовиться, это можно прям сделать более профессионально. То есть редакторы, они дальше уже работали самостоятельно? Да. Это кадровые тексты писали редакторы, не вы. Это была моя полностью импровизация. То есть какие вопросы брать, все вот это писала я. Кристина, что хотите повторить? Это здесь или что-то новое? Ну, на самом деле, мне вообще нравится все, что связано с модой, красотой, спортом, светской жизнью организации. Мне это близко, это моя среда. Поэтому, конечно, мне хочется вести какую-то подобную передачу. Это может быть в какой-то сезонный проект, это может быть рубрика в какой-то крупной программе. То есть в этом плане я мобильна. Что-то подобное говорили некоторые участницы уже за два дня. И на вопрос дальше. В чем изюм будет именно этой вашей передачи? Ответить не смогли. Но вы-то сможете. У меня есть некие задумки. Не знаю, конечно, насчет изюма, но я точно знаю, что я могу привнести в эту программу. Во-первых, о своих, допустим, вкратце плюсах. Я знаю, эти вопросы задавали, я к ним подготовилась. Во-первых, умение работать в команде – это сто процентов, поскольку у меня была своя команда, которую я управляла. Но я также умею работать и в одиночку. Естественно, опыт работы телеведущей и ведущей мероприятий, проектов, премий и огромный организационный опыт, без которого, я думаю, здесь тоже никуда. А когда закончился проект на СТС, там не нашлось вариантов сделать что-то другое с вашим участием? Закончился проект, наступил ковид и, в принципе, начался такой локдаун. Вся моя профессиональная деятельность, она подсела. И вот, на самом деле, тоже хотела поделиться, в далеком 2015 году с моим коллегой-ведущим я уже проходила кастинг на ОТВ на программу «Наше утро». Нас тогда обоих не взяли, но был со мной Никита Гладковский. Мы работали в паре, мы реализовались оба прекрасно в своих сферах, но сегодня я снова здесь с вами. А чем вы вообще, в принципе, в своей жизни занимаетесь? Я организатор, я фрилансер. Недавно я начала увлекаться созданием контента для Инстаграма, то есть все, что связано с соцсетями, я в этом тоже профи. Вот вы все же, кроме рубрики, как-то это все в идеале, что вы делали на телевидении? Я могу создать свой проект, который будет включать себя, например, вот сейчас сходу, там три каких-то составляющих. Это преобразование внешнее, внутреннее и связано с бизнес-тематикой. Таких телеверсий у нас нет. Есть разного рода проекты, но которые включали бы в себя обобщающие все вот эти вот пункты, их нет. Это может быть и потом премия, это может быть и какой-то проект. Он может быть направлен на развитие девушек, мужчин в разных сферах. То есть внешнее преобразование, внутреннее, связано там с психологией, с коучингом и, конечно же, бизнес, Инстаграм, не знаю, там коучи определенного формата. Вы могли бы в целом, ну, в принципе, подготовить какую-то разработку, концепцию проекта, чтобы мы потом ее вместе обсудили? Конечно. Хорошо. Вы, безусловно, очень эффектная девушка. Благодарю. И я не знаю, как там… И очень красивый голос. Коллеги, голос хороший, да. Не знаю, почему коллеги вас там с руками и ногами не держали. Я надеюсь, они посмотрят этот телеэфир и пожалеют. Да, им жалеть-то чего? Мы же ведь сейчас очень неродственные организации и, в принципе, входим в один холдинг, поэтому мы надеемся, что дружить будем домами. Определенно будем дружить. Я человек коммуникабельный, общительный и добрый. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.